Глава Люберецкого муниципального района и города Люберцы Владимир Петрович Ружицкий Добрый день, уважаемые гости, друзья все, кто сегодня собрался в этом зале время летит быстро позади остался еще один год по традиции сегодня в этом зале мы с вами собрались для того чтобы подвести итоги года прошедшего чтобы подвести черту под итогами прошлого года и обсудить первочередные задачи на год текущий прошедший год был насыщен значительными событиями и даже несмотря на то, что к концу года общеэкономическая ситуация осложнилась общая картина по году у нас достаточно позитивная деятельность администрации Люберецкого района в 2014 году направлена на решение основных задач которые определены, исходя из майских указов президента Российской Федерации о совершенствовании государственной, экономической и социальной политики обращение губернатора нашей области Андрея Юрьевича Воробьева в наше Подмосковье приоритеты развития, идеология, лидерства в сентябре прошлого года по итогам проведения выборов сформирован новый совет депутатов города Люберцы впервые выборы представительного органа нашего города проходили по многомандатной системе из 25 избранных депутатов 23, вы знаете, это фракция Единая Россия и два депутата самовыдвиженцев также впервые главу города города совет депутатов избирал из своего состава переизбран районный совет депутатов и непосредственно глава района который также выбирается депутатами из своего состава пользуясь случаем, конечно, хочу всем сказать огромное спасибо и поблагодарить жителей, которые проголосовали за меня и за депутатов однопартийцев поэтому я надеюсь, что мы будем стремиться и оправдаем ваше доверие наступивший 2015 год для Люберецкого района в политическом плане также будет напряженным в сентябре пройдут выборы в советы депутатов всех городских поселений надо отметить, что все главы городских поселений также будут избираться из состава советов депутатов и мне бы очень хотелось, чтобы органы местного самоуправления во всех наших поселках пришли люди достойные профессионалы своего дела болеющие за дело и я надеюсь, что так и будет и наши жители изберут достаточно грамотных депутатов главный вектор нашей работы прежний сделать так, чтобы каждый житель почувствовал перемены к лучшему это повышение качества жизни создание комфортных условий для работы и учебы наших жителей в прошлом году мы строили детские сады физкультурно-оздоровительные комплексы занимались благоустройством дворовых территорий и наводили порядок в сфере торговли и наружной рекламы ремонтировали дороги и открывали многофункциональные центры оказания услуг создавали службу 112 и планомерно повышали заработную плату в бюджетной сфере основой для развития территории является ее экономический потенциал это аксиома объем отгруженных товаров собственного производства в выполненных работ и услуг за 2014 год составил 149 миллиардов рублей с ростом к уровню 2013 года в 2,7 раза вы должны знать, это второй результат в Московской области средняя заработная плата по району увеличилась до 45,5 тысяч рублей это выше чем в среднем по области на 16% рост за год составил 12% особое внимание уделялось повышению заработной платы бюджетников так, средняя заработная плата в здравоохранении составила 39,5 тысяч рублей в том числе и врачей 62 тысячи рублей в образовании более 33 тысяч рублей в том числе и школьных учителей 41 тысяча рублей у воспитателей детских садиков 38 тысяч рублей основные плановые показатели по росту заработной платы в бюджетной сфере, установленные указом президента достигнуты по всем позициям в районе активно развивается производство в том числе в таких стратегических важных для страны отраслях как военно-промешанный комплекс холдинг вертолеты России выпускает вертолеты легкого класса и планирует начать выпуск вертолетов среднего класса в качестве нового партнера к проекту присоединилась компания «Роснефть» традиционно стабильной с высоким результатом работали в прошлом году научно-производственные предприятия «Звезда», весоизмерительная компания «Тензоэм», группа компаний «РГ» значительно расширен ассортимент продукции выпускаемой компанией «Атесси». Начато производство мобильных кухонь для военно-промышленного комплекса, производилось оборудование в рамках федеральных проектов для Олимпиады в Сочи и более чем до 100 школ в Крыму было поставлено оборудование. Наш люберецкий хлебокабинат автоматизировал склад бестарного хранения муки и усовершенствовал технологическое оборудование. Смонтирована новая линия по производству формового хлеба, что позволит улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также увеличить объем производства. На предприятии «Пихорский текстиль» проведена модернизация систем вентиляции и цеха по переработке отходов. Закуплена новая компьютерная машина для выработки пряжи. Продолжается реконструкция и комплексная модернизация Люберецкого завода «Монтаж Автоматика». Предприятие находится в стадии перепрофилирования на выпуск новой высокотехнологичной инновационной продукции. Объем инвестиций составил уже более 3 миллиардов рублей. После завершения всех этих работ количество работников, где-то будет примерно 1000 человек, и это предприятие, понятно, по своим масштабам будет одной из ведущих в нашем районе. Всего в экономике района за 2014 год было создано 1080 рабочих мест. Объем инвестиций во всей отрасли составил 11,3 миллиарда рублей с ростом 106,6% к уровню 2013 года. В прошлом году наш район стал объектом критики со стороны губернатора нашей области Андреевича Воробьева по теме развития малого и среднего бизнеса. Признаюсь, это все произошло по халатности должностных лиц администрации. Нами действительно были допущены определенные промахи и недоработки. Мы сделали выводы из этого и в кратчайшие сроки мы ситуацию исправили. Вместе с тем, могу вам сегодня доложить абсолютно точно, что сфера предпринимательства в районе у нас развита достаточно высоко. По количеству субъектов малого предпринимательства на 10 тысяч населения наш район занимает второе место в Московской области. На территории района ведут деятельность около 8 тысяч предприятий малого бизнеса и более 7 тысяч предприятий это индивидуальные предприниматели. Совокупный вклад малого и среднего бизнеса в общий прирост, в общий объем продукции, товар и услуг составил 22%. Более 12 миллионов рублей господдержки из областного бюджета получено нашими малыми предприятиями на конкурсной основе. Оборот розничной торговли в районе заистекший 2014 год составил 17,8 млрд. рублей с ростом на 23,4% к прошлому году. Объем платных услуг населению 7,5 млрд. рублей. В настоящее время в районе функционирует более 1800 торговых объектов, из них 43 новых, введенных в эксплуатацию в прошлом году. Летом при поддержке контрольно-надзорных органов мы провели полную инвентаризацию нестационарной торговли, демонтировав 301 несанкционированный объект. Сейчас нестационарная сеть насчитывает 328 торговых точек. Продолжена стартовавшая в 2013 году кампания по упорядочению рекламы. Демонтированы почти полторы тысячи незаконно установленных рекламных конструкций. Утверждены схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций. Результаты этой работы довольно ощутимы. Поступления в бюджет района от наружной рекламы составили 135 млн. рублей. Это в разы больше, чем было в предыдущий год. При размещении нестационарных объектов торговли и наружной рекламы стоит задача не только по их упорядочиванию, но и по приведению к единому архитектурному стилю. Конечно же, архитектурный облик города это прежде всего строительство. Строили мы в прошлом году, как всегда, достаточно много. По итогам года в эксплуатацию было введено 344 тысячи квадратных метров жилья. Из них две трети – это город Люберцы, и треть жилья была введена в нашем поселке Красково. Основной прирост нового жилья и высокие темпы жилищного строительства поддерживается главным образом за счет реализации программ комплексной застройки территорий. На смену завершающейся застройки микрорайона 7-8 в городе Люберцы приходит освоение новых территорий. Начата комплексная застройка микрорайона Зенина, осуществляемая самолет-девелопмент, где в стадии строительства находятся 8 многоэтажных жилых домов, а также микрорайоны 12, застройщик компания «Морта». Благодаря развитию застроенных территорий успешно решается проблема ликвидации ветхого жилищного фонда. В прошлом году в городе снесено 3 ветхых жилых дома и расселено 120 человек. В текущем году предполагается снести 8 домов и расселить 165 человек. В районе принято 8 муниципальных адресных программ реконструкции и развития застроенных территорий. Из них 4 в городе, 3 в Красково и один такой проект поселка Октябрьский. Реализация этих программ позволит снести 122 многоквартирных дома с расселением более 5000 человек и к 2020 году решить проблему ветхого жилья в районе. Параллельно со строительством новых жилых домов строятся и социальные объекты. Активное жилищное строительство и различные виды финансовой помощи позволили в прошлом году улучшить жилищные условия 172 семьям из числа жителей города и района, среди которых учителя, медицинские работники, ветераны войны, молодые семьи. Из них 84 это работники бюджетной сферы. К сожалению, до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков в поселке Октябрьский. На сегодняшний день в областной реестр внесено 116 человек или семей, скажу, из 186 обманутых дольщиков. Разработана дорожная карта по решению данной проблемы. Однако уже на стадии реализации первичных мероприятий началась пробукстовка. Я бы просил от руководства Октябрьского, в частности, и Хромцова Владимира Борисовича этой теме выделять самое пристальное внимание, потому что кроме нас эту проблему никто не решит. А в принципе у нас все необходимое и достаточное для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков на сегодня имеется. Крайне важной и необходимой зачастую острой и болезненной темой буквально для каждого жителя это все знают, является проблема жилищно-коммунального или является работа жилищно-коммунального комплекса. В 2014 году на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства в общей сложности было затрачено 620 млн. рублей. Особо значимым направлением стала замена 98 лифтов, на которые было направлено более 150 млн. рублей. Контроль при этом обеспечивался не только администрациями городских поселений, но и советами многоквартирных домов. В 2015 году мы продолжим эту работу и заменим еще 83 лифта. На 2015 год запланированы мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и строительству объектов ЖКХ на общую сумму 880 млн. рублей, то есть больше, чем на 40% по сравнению с прошедшим годом. Из них почти половина средств предусмотрена на ремонт многоквартирных домов. Коротко в разрезе городских поселений. Что касается города Люберцы, силами Люберецкой теплосети проведен ремонт 18 котельных. Реконструирована квартальная котельная на улице Попова, что позволило увеличить мощность и повысить надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов, расположенных на северной стороне города. Проведена реконструкция газового оборудования и автоматики безопасности квартальной котельной улицы Космонавтов. Силами Люберецкого водоканала завершены работы по реконструкции водозаборного узла 1 по улице Космонавтов с установкой блока умягчения воды. На территории ВЗУ располагается станция обезжелезывания воды. Результатом стали существенное улучшение показателей качества питьевой воды, снижение затрат на содержание и обслуживание станции и уменьшение объема потребляемой энергии, электроэнергии где-то до 20%. В городском поселении Томилино проведен ремонт котельной на улице Пионерская и построена бустерная станция для приема и передачи московской воды в 92 жилых дома. Налажено водоснабжение школы номер 22 и жителей деревни Токарева. В планах на текущий год работы по капитальному ремонту водопровода от ВЗУ Птицефабрика, канализационных коллекторов, техническое переворужение КНС-1 в экопарке, устройство второй скважины в деревне Токарева, техническое переворужение котельных 6,8. В городском поселении Красково до конца 2015 года завершится строительство и будет пущено в эксплуатацию котельная в деревне Марусино. Будет произведен ремонт двух котельных и теплотрассы, модернизация уличного освещения на улице Лорха и установка энергосберегающих светильников уличного освещения в 19 домах. В городском поселении Октябрьский в планах реконструкции и ремонта объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения капитальный ремонт инженерных сетей многоквартирных домов. В городском поселении Малаховка построена блочно-модульная котельная на улице Красная Змеевка. Проведены работы по замене и ремонту тепловых сетей и частичный ремонт котлов в пяти котельных. В текущем году жилищно-коммунальные службы Малаховки продолжат установку индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде. 2 марта должны завершить установку общедомовых приборов учета энергоресурсов многоквартирных домов. Обеспечить проведение плановых ремонтов коммунальных сетей и самое главное навести порядок в расчетах за потребленный газ. Прежний глава не уделял должного внимания этому важнейшему вопросу. При его халатности к сожалению и попустительстве у муниципального предприятия накопилось немало долгов. Поэтому к сожалению был и вынужден уйти в отставку. Я хотел бы еще раз напомнить вот с этой трибуны что касается платежей за энергоносители электроэнергии газ это задача номер один и за это отвечает лично каждый глава. Поэтому эти вопросы на контроле как у нас в администрации района так и в правительстве Московской области и конечно личного губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Тема платежей за энергоносители я бы сказал она даже святая. Она не подлежит обсуждению. Эти вопросы носят первостепенный характер. Вторым вопросом по массовости обращений в администрацию после ЖКХ является вопрос дорожно-транспортного обеспечения и благоустройства. Уличная дорожная сеть города продолжает развиваться. Введены в эксплуатацию первый участок улица Пребраженской, улица Назаровская, Наташинская, проспект Гагарина. Но основной объем работ сконцентрировался в районе трассы федерального значения Урал или Новоризанское шоссе или как правильно говорят М5. До автомагистрали построен участок дороги от улицы Южная до торгового центра метра. Реконструирован участок с 19 по 21 километр. Введен в эксплуатацию съезд с автотрассы на улицу Смирновская в районе железнодорожного переезда Мальчики. Построен надземный пешеходный переход через Новоризанское шоссе в районе торгового центра выполнены подготовительные работы для примыкания к Новоризанскому шоссе улицы Шоссейная что при открытии станции метро Котельники обеспечит шаговую доступность населения а также кратчайший подъезд для транспорта. В ближайший год-два в дорожной отрасли следующие планы реконструкция дороги Урал 5 с 21 по 27 километр с расширением до 10 полос и направление ее в обход городского поселения Октябрьский. Реконструкция его протяжении строительство автодороги от улицы Хлебозаводская через Котельнический тупик до выезда на трассу М5 Урал. На этапе разработки находится проектная документация по строительству транспортно-пересадочного узла станции Люберц-1. Развивается сеть общественного транспорта. По просьбам жителей продлен маршрут номер 8 от улицы Гоголя до улицы электрификации и открыты два социальных маршрута маршрут 7 станции Люберцы проспект Гагарина и маршрут 11 микрорайон Красная Горка 115 квартал. В 2014 году на дорожное хозяйство и благоустройство города Люберцы было израсходовано 652,5 миллиона рублей это 61 процент городского бюджета. Кроме того на эти же цели была оказана финансовая помощь из бюджета области в сумме 103 миллиона рублей. В результате было отремонтировано 11 автомобильных дорог по 7 из которых проводился комплексный ремонт, включая тротуары и обустройство дополнительных парковочных карманов. Впервые вся дорожная разметка в городе была выполнена только пластичным материалом. В этом году запланировано отремонтировать следующие дороги по следующим улицам. Это улицы электрификации, Льва Толстого, Шоссейная, Южная, Третий поселковый переулок, Первый больничный проезд в Траяк, Красногорская. Там, где требуется, мы выполним ремонт в комплексе с благоустройством. За счет средств бюджета Московской области было закуплено 12 единиц современной дорожной техники на сумму 41 миллион рублей. Теперь жители смогут наблюдать, как в городе работают новые многофункциональные подметально-уборочные машины, автогрейдеры, снегопогрузчики и трактора. Благодаря поддержке правительства области проведены самые масштабные работы по капитальному ремонту дворовых территорий. Я думаю, что многие это ощутили. По сути, мы в прошлом году поставили рекорд, было отремонтировано 200 дворов. За пять прошедших лет мы отремонтировали половину дворов в городе. В этом году губернатором Андреевичем Воробьевым поставлена задача комплексно благоустроить 10% всех дворовых территорий. Это порядка 20 дворов в поселках и в городе Любрицы 66. Уважаемые коллеги, перечень сделанного в прошлом году очень большой, поэтому коротко назову только самые значительные моменты по городу Любрицы. Установлено 24 новых остановочных павильонов, новый светофор на перекрестке улиц Митрохванова и Побратимов, 12 детских игровых площадок, 5 спортивных площадок с элементами гимнастического и силового оборудования, 10 спортивных площадок спортмастер для занятий силовыми видами спорта. На всех площадках было обустроено мягкое резиновое покрытие, что оценили не только детвора, но и их родители. По количеству детских игровых площадок наш город занимает одну из лидирующих позиций в нашей области. Пять городских территорий кардинально изменили свой облик. По улице Волковская за домом 7 к станции Люберц-1 обустроенной пешеходной дорожки установлено декоративное освещение, проведено озеленение. Территория перед железнодорожной станцией Панки полностью вымощена тротуарной плиткой, установлены лавочки, декоративное освещение, городские часы с подсветкой, оформлены цветочные клумбы, обустроена новая автобусная остановка. Расширенно обустроена территория перед железнодорожной станцией Ухтомская. Реконструирована Это территория памятника борцам двух революций на улице Инициативная. Здесь помимо мощения всей территории брусчаткой и проведения благоустройства, была выполнена реконструкция двух памятников революционера, а также участникам Великой Отечественной войны. И открыт новый памятник участникам и жертвам Первой мировой войны. Завершен второй этап благоустройства Наташинского парка. Уложены дополнительные прогулочные дорожки, установлены теннисные столы и скейт-парк для занятия спортом. Высажены молодые деревья и кустарники. Для детей открыт новый современный тайп-парк под названием «Корабль-призрак». Красиво оформлены с подсветкой два входа в парк, а самое главное, вся территория Наташинского парка сегодня огорожена. Всего в городе высажено более 1700 саженцев деревьев и 6000 кустарников. Установлены новые топиарные фигуры. На 12-м московском областном фестивале «Цветы Подмосковья» мы заняли первое место в номинации «Лучшие цветни». Проводились работы по замене и устройству газонов и их ограждению. Благоустроена территория Новолюберецкого кладбища. В планах на текущий год установить новый светофор на пересечении улиц Красноармейская и Кирова, а также 5 мигающих светофоров на подходе детей к гимназии 20, 5, 44, 4 и 11. Осуществить комплексное благоустройство трех территорий между домами 14,1 и 14,2 по улице Льва Толстого, между ЛРБ 2 и САС около дома 21 по улице Южная, между домами 3 и 3А по улице Московская. Возможность произвести заметные преобразования в городе и социальной сфере района напрямую зависит от местных бюджетов. Итоги исполнения за прошлый год следующие. Расходная часть городского бюджета за истекший год исполнена в сумме 963,6 млн. рублей, что превышает расходы предыдущего года на 52%. Консолидированный бюджет района за 2014 год составил 7,1 млрд. рублей. Это седьмое место в области среди муниципальных районов и городских округов. Если еще посчитать, что Люберецкий район по своей территории самый маленький район Московской области. По территории, по населению мы вторые. Плановые назначения по доходам выполнены на 100%. Прирост доходной части консолидированного бюджета к уровню 2013 года составил 9,3%. В течение года активно велась работа по мобилизации доходов. В результате было погашено 55,6 млн. рублей налоговой задолженности. Получено 43 исполнительных листа на сумму 26 млн. рублей и открыто исполнительное производство на сумму 45 млн. рублей по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество. Объем бюджета непосредственно района без учета бюджетов городских поселений за 2014 год исполнен в сумме 5 млрд. рублей. Объем муниципальных закупок составил 2,9 млрд. рублей. При этом проведено 1400 конкурентных процедур. Сумма экономии бюджетных средств на торгах составила 187 млн. рублей. 93% всех расходов районов бюджета – это расходы на социальную сферу, из них 3 четверти на образование. Главным приоритетом в сфере образования является ликвидация очереди в детские сады. В настоящее время в районе функционирует 59 муниципальных детских садов и 5 негосударственных, которые посещают чуть менее 13 тысяч детей. Это 96% от общего количества детей детсадовского возраста. В общей сложности количество мест в детских садах района за прошедший год увеличилось на 540. Это 475 мест во вновь построенных детских садах и 65 мест в частных детских садах, открытых в рамках развития государственно-частного партнерства при финансовой помощи из областного бюджета. Общая очередь для получения путевок в детский сад на сегодняшний день составляет 7392 ребенка. Из них 558 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта очередь у нас одна из наименьших в Московской области. В соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреевичем Воробьевым, к 2016 году все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в детских садах. С этой задачей можно справиться только путем строительства новых детских садов. И я абсолютно уверен, мы с этой задачей справимся. Мы планируем ввести в эксплуатацию в 2015 году не менее 1075 мест. Это два детских садика в поселке Октябрьский за счет бюджета, два в поселке Красково и один в Октябрьском за счет привлеченных небюджетных источников. Поэтому я абсолютно уверен, с задачей очередности детей от 3 до 7 лет мы к концу этого года должны справиться. И очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет в Леберецком районе не будет. 1 сентября 2014 года в микрорайоне Красная Горка на проспекте Гагарина открылась новая школа номер 27 на 825 мест. Школа представляет собой три корпуса переменной этажности, которые объединены в общий учебный комплекс. В ней есть тренажерные и хореографические залы, комната отдыха для педагогов, актовый зал и столовая, оборудование по современным стандартам. Возвращено в систему образования здание бывшей 13-й школы на улице Попова. После проведения ремонта в ней был открыт блок начальных классов лицея 12 на 550 мест. Из 42 школ района в 17 было организовано обучение в две смены. С 1 сентября прошлого года в результате решения кадровых вопросов и более эффективного использования имеющихся площадей таких школ, где дети обучаются во вторую смену, осталось в районе всего 4. А в городе Люберце все дети обучаются только в первую смену. Продолжая тему общего образования, хочу отметить, что по результатам сдачи единого государственного экзамена ЕГЭ, 4 выпускника показали максимальный результат, это 100 баллов, и 122 человека награждены золотыми и серебряными медалями. Это говорит о качестве нашего образования. На бюджетные места в высшие учебные заведения поступили более половины наших выпускников. Традиционно наши школы становятся победителями областных конкурсов. Так, гимназия номер 20 получила в награду инновационное учебное оборудование для актового зала стоимостью миллион рублей, а гимназия 44 и кадетская школа – технологическое оборудование для столовых и мебель для залов питания на общую сумму почти 3 миллиона рублей. В конце 2013 года на территории Московской области введен стандарт оформления школ, который установил критерии благоустройства пришкольной территории и состояние внутренних помещений. Так, при подведении итогов третье место среди учреждений Московской области заняла гимназия 16 «Интерес». При финансовой поддержке федерального и областного бюджета в гимназиях 44 и 56 в школе 54 реализовали программу «Доступная среда». Это устройство пандусов, расширение дверных проемов, оборудование санузлов, установка специализированного оборудования. В рамках совместного финансирования из бюджета Московской области и бюджета района в 2014 году проведены следующие работы. В 12 учреждениях отремонтированы кровли, в 8 учреждениях приведены в надлежащий вид фасады, в 4 отремонтированы системы отопления, в 6 произведен ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализования, в 37 заменены полностью или частично окна, в 3 школах установлено новое ограждение, обновлено асфальтовое покрытие в школах 21 и детском саду 23, в 85 учреждениях приведен ремонт внутренних помещений. В общей сложности на ремонтные работы образовательных учреждений израсходовано более 89 миллионов рублей. В нынешних условиях объем финансирования ремонтных работ мы вынуждены снизить, но тем не менее все, что требует безотлагательного ремонта, будет, естественно, профинансировано. У меня, пользуясь случаем, есть большая просьба к нашему директорскому корпусу, учреждению образования, я имею в виду и школы, и детские сады. Ну, вы все видите, наступают непростые времена, поэтому мы должны и обязаны максимально эффективно использовать каждую копейку. Поэтому у нас были времена, где у нас с деньгами было не так плохо, и мы максимально много сделали, но в то же время, я прошу, там, где есть какая-то востребованность или крайняя необходимость, обращаться, мы будем вам помогать. В то же время мы должны максимально самостоятельно отрабатывать все вопросы, связанные с вашим хозяйством. Образование к большой радости наших детей – это не только учеба, но и хорошо организованные каникулы. Различными формами ежегодной оздоровительной кампании было охвачено более 12 тысяч детей. В том числе более трех тысяч посещали лагеря дневного пребывания с трехразовым питанием, а 1200 семьям были оплачены путевки в детские оздоровительные учреждения. В январе текущего года в рамках оптимизации бюджетной сети была завершена реорганизация учреждений дополнительного образования детей, в результате которой восемь учреждений были преобразованы в три юридических лица, при этом полностью сохранен контингент педагогических работников. И количество занимающихся детей – это немалая цифра, это 6800 человек. К сожалению, не все дети живут в семье. В нашем районе 824 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 746 из них воспитываются в замещающих семьях, и только 78 пока не удалось найти семью. Но мы надеемся, что эти дети обретут родителей, так как число приемных семей в нашем районе продолжает расти. Всего несколько лет назад, вы об этом знаете, таких семей у нас было 7, а сегодня 115. Только за прошедший год у 43 детей появились приемные родители. Одной из основных гарантий, взятой на себя государством в отношении детей-сирот, является обеспечение нуждающихся детей жилье. Это отдельные однокомнатные квартиры в домах новостройка, в микрорайонах с хорошо развитой инфраструктурой. В прошлом году администрации района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено 27 квартир, ключи от которых были торжественно вручены юным новоселам. В сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, активную работу проводит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приведу только некоторые цифры по ее деятельности. В 341 семье оказана помощь по выходу из кризисной ситуации. 400 раз сотрудники комиссии выезжали в неблагополучные семьи. 168 детей, нуждающиеся в помощи государства, выявлено в ходе проведенных рейдов. 236 детей из группы риска находятся под постоянным присмотром комиссии. Уважаемые коллеги, социальное самочувствие крайне важная составляющая для каждого, но исключительно при хорошем физическом самочувствии. И здесь на передний план выступает уровень развития здравоохранения. Материально-техническое оснащение наших учреждений здравоохранения за последние годы сделало качественный рывок вперед. Не стал исключением и прошлый год. Капитально отремонтирована детская поликлиника при Люберецкой больнице номер 3. При этом средства на ремонт были выделены из областного бюджета, а мебель и оборудование приобреталось за счет местного. В Люберецкой районе районной больницы номер 1 проведен текущий ремонт пищеблока, патологоанатомического отделения, генераторной подстанции. В Люберецкой районной больнице номер 2 капитально отремонтировано инфекционное отделение на общую сумму 12,7 миллиона рублей. Отделение реанимации на общую сумму более 7 миллионов рублей. В хирургическом корпусе проведены работы по установке нового лифта. В начале года состоялось открытие сосудистого центра для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с острыми инсультами и острым коронарным синдромом. 4 февраля с рабочим визитом данный сосудистый центр посетил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, который дал высокую оценку именно врачам, которые там работают. В планах этого года открытие новых медицинских объектов. В микрорайоне Красная Горка в апреле будет открыта взрослая поликлиника на 300 посещений в смену и на 150 детская, филиал скорой медицинской помощи на 4 бригады. На улице Кирова, дом 12А, начнут работу новая детская поликлиника и женская консультация. В городском поселении Октябрьской откроется филиал скорой помощи на 2 бригады и стоматологический кабинет. В ближайших планах строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Марусино поселка Красково по губернаторской программе. С 1 января текущего года учреждения здравоохранения поменяли статус с муниципальных на государственные. Перешли в ведение правительства Московской области. Но лечиться в них будут наши жители, поэтому мы не собираемся отстраняться от решения их проблем. Будем помогать и с благоустройством, и с обеспечением жильем высококвалифицированных кадров. Наше здоровье во многом зависит от того, присутствуют ли в повседневной жизни физкультура и спорт. Итоги первых зимних Олимпийских игр в России дали стимул для занятий спортом многим жителям, как и всей страны, так и нашего района в частности. За год в районе проведено более 150 спортивных мероприятий. Не менее 350 раз наши спортсмены выезжали для участия в соревнованиях за пределы района, области и страны. Многие из них возвращались с медалями самого высокого достоинства. По итогам соревнований за отчетный период более 600 человек выполнили норматив спортивных разрядов. Совместно с Министерством спорта Московской области на нашей спортивной базе проведены крупные спортивные мероприятия с общим количеством участников более 7 тысяч человек. Наиболее значимый из них – это День физкультурника, соревнования по единоборствам «Твой выход», первенство России по баскетболу среди юношей. Люберинский район участвует во внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Прошу руководителей всех уровней поддержать движение ГТО личным примером, тем более кто по старшим возрастом, а не помнит, как мы все в свое время сдавали нормы ГТО. Проведен комплекс мероприятий по организации сотрудничества между спортивным комитетом и фитнес-клубами. Со многими из них подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве. Большая работа проведена по благоустройству стадиона «Торпеда». Полностью завершена установка сидений на трибуне стадиона, это более 3000 мест. Проведен косметический ремонт. В рамках губернаторской программы на совместные средства построен физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для единоборств на улице 8 Марта в городе Люберцы. Инвесторами-застройщиками введены в строй еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. Это на улице Кирова и в городке Б. На этапе строительства находятся два бассейна. Это на улице Бобратимов и улица Электрификации. Основной контингент, занимающийся спортом и физической культурой, это же, конечно, молодежь. Впервые в районе был организован и проведен молодежный чемпионат по силовой гимнастике «Воркау-2014», в котором были задействованы учащиеся всех образовательных учреждений района. Второй год подряд проходит открытый кубок среди команд спортивно-акробатической поддержки среди юниоров, и уже в этом году открылась специальная секция для занятий этим популярным видом спорта среди молодежи. Традиционно молодежь становится лауреатами таких престижных фестивалей и конкурсов, как студенческая весна в Подмосковье, областного фестиваля патриотической песни «С чего начинается Родина». Наша молодежь участвует в мероприятиях Московской областной вахты памятней, День призывника Московской области и в программе Московского областного антинаркотического марафона. Студенты Московского областного техникума отраслевых технологий одержали победу на престижном национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который состоялся в городе Екатеринбург. Уважаемые коллеги, преемственность поколений особенно видна в день празднования победы нашей страны в Великой Отечественной войне, 70-летие, которое мы будем отмечать в этом году. Не только ветераны, но и молодое поколение должно помнить, что именно наша страна победила в кровавой напряженной битве с фашистской Германией. Нет ни одной семьи в России, которой бы не коснулась эта жестокая война. К сожалению, сегодня появляется все больше желающих переписать события той эпохи, опорочить силу духа и величие подвига советских людей. Мы планируем открыть в День Победы памятник трем Иванам и порадовать всех жителей района запоминающейся праздничной программой. А также за счет местных бюджетов будет выплачена единовременная материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда, вдовам, участникам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, труженикам тыла. Прошедший 2014 год был объявлен Годом культуры, повышение роли которой в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района нельзя недооценить. За год для жителей района было организовано почти тысяча культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 199 тысяч человек. Помимо проведения мероприятий, уже ставших традиционными, учреждены два новых праздника День соседей и День почетного гражданина. Растет число театральных постановок, концертов. Участие в 257 конкурсах различного уровня и получение 423 наград позволило нашему району войти в десятку лидеров в областном рейтинге муниципальных образований. В 2014 году лауреатом областного конкурса «Лучший руководитель муниципальной организации культуры» стал директор парка культуры и отдыха Мурашкин Александр Петрович. Особое внимание в нашей работе уделялось социально незащищенной категории граждан, инвалида. В школах искусств разработаны индивидуальные учебные программы для детей с ограниченными возможностями. Доступная среда учреждения культуры и дополнительного образования оснащены пандусами, специальными знаками оборудования. На это мы выделили в прошлом году порядка 400 тысяч рублей. В 2014 году началась поэтапная реконструкция Люберецкого дворца скульптуры, которая будет продолжена и в этом году. Центром сохранения истории района является Люберецкий краеведческий музей, где в прошлом году началась реконструкция первого этажа и фасада здания. Год культуры плавно перешел в год литературы, центрами сосредоточения которой являются библиотеки. Услугами библиотек пользуются 22 тысячи наших жителей. Книжный фонд в районе насчитывает более 235 тысяч экземпляров. В первом полугодии мы планируем открытие новой библиотеки в 7-8 микрорайоне. Там же планируется открытие культурно-просветительского центра с музыкальным уклоном. Ближе к концу 2015 года намечен ввод в строй филиала художественной школы, а к 2017 году за счет инвестиционных средств мы планируем достроить и открыть картинную галерею в центре города, рядом с администрацией. В перспективе появление в районе двух новых парков, это в Томилино и Малаховке. Коротко остановлюсь на еще одной важной для всех теме – обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений. В прошлом году мы продолжили экспресс-тестирование в школах на предмет употребления детьми наркотических средств. Из 2,5 тысяч участников наших старших классов, это 41% от общего количества, положительным тест оказался у 35 человек. Обследование является добровольным и анонимным, поэтому прошу родителей старшеклассников задуматься и не отказываться от этого теста. Может быть, именно вашему ребенку нужна помощь, так как вы, наверное, все знаете, мы можем тестировать ребенка только при письменном согласии родителей. Тесты, борьба с распространением курительных смесей, так называемого спайса и другие профилактические меры приносят результат. За последние два года не зафиксировано ни одного преступления, совершенного несовершеннолетними в сфере наркомании. Общая криминогенная обстановка в районе, благодаря усилиям правоохранительных органов, остается стабильной. Снизилось общее количество зарегистрированных в течение года преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Продолжают оставаться актуальными проблемы с этнической преступностью, на долю которой приходится 13,5 от общего числа преступлений. На долю приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Украины приходится две трети преступлений, совершенных иностранными гражданами. Немалую роль в раскрытии правонарушений играют установки экстренной связи гражданин полиция и аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», благодаря которым раскрыто 70 преступлений и выявлено 900 административных правонарушений. На территории города в 2014 году было устанавливано 17 камер видеонаблюдения. Они размещены в 12 местах массового скопления граждан и наиболее криминогенных местах. Кроме того, прорабатывается возможность интеграции в систему комплекса «Безопасный город» локальных систем видеонаблюдения, установленных в торговых центрах, учебных заведениях, спортивных объектах, жилом фонде, в парках, скверах, а также на стройплощадках. Говоря о безопасности людей, нельзя не упомянуть о своевременности оповещения людей при чрезвычайных ситуациях. В прошлом году продолжена установка громкоговорящей связи в местах массового пребывания людей в городе. Улицы электрификации, строителей, первый Панковский проезд вошли в систему централизованного оповещения, которая охватывает город уже на 80%. Люберецкий район является пилотной площадкой по созданию системы обеспечения вызова экстренных служб через дидиный номер 112 в Московской области. С 1 марта 2015 года служба 112 будет работать в тестовом режиме, а с 1 ноября должна заработать в полном объеме. В сентябре прошлого года стартовала новая муниципальная программа «Цифровой город», предусматривающая установку к 2019 году в городе 150 тумб с бесплатным доступом в интернет. Роутеры появятся в общественных, часто посещаемых местах, на площадях и остановках общественного транспорта, в магазинах, парках, и через несколько лет бесплатный Wi-Fi будет покрывать, по сути, весь город Люберцы. В районе развивается не только интернет, но и традиционные средства связи. Тройка ключевых операторов района – Ростелеком, Центральный телеграф и мультисервисные сети – проведены масштабные работы по развитию и модернизации распределительных сетей связи, замене оборудования аналоговых ЭТС на современные электронные оборудования. Итогом стало переключение 59 тысяч абонентов района на цифровое оборудование ЭТС и оптико-волоконный кабель связи. Люберецкий почтамп по количеству обслуживаемого населения и по количеству предоставляемых услуг вошел в первую тройку по Московской области и продолжает развиваться. Проведена модернизация автопарка почтовых машин. В феврале прошлого года 14-е почтовое отделение переехало в новое отремонтированное помещение, что вызвало немало слов благодарности от жителей улицы Хлебозаводска и электрификации. В текущем году планируется открытие двух новых почтовых отделений для жителей микрорайона Красная Горка. Многие жители уже оценили работу многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Общее количество услуг в котором уже превалило за 100. Люберецкий МФЦ оказывает 26 федеральных, 40 региональных и 52 муниципальные услуги. За год получили обслуживание почти 54 тысячи посетителей. При этом пропускная способность МФЦ возрастает. И 8,5 тысяч человек в месяц это не предел, так как увеличивается филиальная сеть МФЦ. Как и обещали в декабре прошлого года в городе Люберце открыто два отдела на 10 и 12 окон. В городских поселениях Хросковой и Малаховка это по 5 окон. И в городском поселении Томилино филиал на 7 окон. В текущем году стоит задача открыть филиал поселки Октябрьский. В своей подседневной работе мы руководствуемся базовым принципом, провозглашенным губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Житель всегда прав. Только налаженная двусторонняя связь с жителями, открытый и прямой диалог могут обеспечить по-настоящему качественное, отвечающее интересам жителей развитие территории. С этой целью в прошлом году мы провели в микрорайонах 9 встреч с жителями в формате открытого письма и более 50 рабочих встреч, где было поднято более 500 вопросов, волнующих наших жителей. Для оперативной связи круглосуточно работает мой личный электронный почтовый ящик глава.любряк.ру, все обращения на которые оперативно рассматриваются. В июле прошлого года начала работу новая общественная палата района. В ее состав входят 45 человек, отбор которых произведен путем голосования жителей. Площадка общественной палаты, на которой активно работают 12 профильных комиссий, является местом обсуждения самых актуальных для жителей вопросов и проблем. Еще одной активно развиваемой формой коммуникации с жителями являются советы многоквартирных домов. В настоящее время в городе Люберце такие советы созданы уже в 97% домов. Следующий этап – это консолидация советов в общественную структуру, которая могла бы стать площадкой для общения председателей советов, обмена опытом и, наконец, действенным механизмом реализации общественного контроля в сфере ЖКХ. Мы принимали самое активное участие во всех общественных мероприятиях на областном уровне. В социальный проект премии губернатора нашей Подмосковья мы подали 494 заявки. 33 победителя – это четвертое место в области. Отдельно хочу сказать слова благодарности нашим лауреатам, ветеранам Великой Отечественной войны. Это Мальцев Вадим Петрович, лауреат премии губернатора в номинации «Связь времен». Остр Жигала Рамуальд Витольдович, лауреат премии губернатора в номинации «Доброе сердце». Магонова Галина Михайловна, председателя Московской областной общественной организации «Семьи погибших в Афганистане», лауреат премии губернатора в номинации «Комфортное Подмосковье». Огромное спасибо всем неравнодушным жителям, принявшим участие в данном конкурсе. В октябре на площадке нашего района был проведен третий по счету в области общественный форум «Идеология лидерства. Откретость власти». В его работе приняли участие свыше 300 районных активистов. Были подняты наиболее актуальные вопросы для жителей. В банк идей поступили десятки предложений. В губернаторской акции «Наш лес – посади свое дерево» приняли участие более 3,5 тысяч жителей. В своем обращении «Наша Подмосковья. Новая реальность. Новые возможности» Андрей Юрьевич Воробьев поставил целый ряд новых задач, соответствующих духу времени. Прежде всего, это развитие экономики, которая невозможна без поддержки бизнеса, в том числе малого предпринимательства. Стоит задача привлечь как минимум одного крупного инвестора на территорию, а в каждом поселении должно за год открыться не меньше трех объектов малого бизнеса в производственной сфере или сфере услуг. Главы поселения должны взять этот вопрос под личный контроль. Мы должны активнее развивать государственно-частное партнерство при оказании социально значимых услуг. При складывающейся экономической ситуации необходимо буквально в ручном режиме проводить постоянные мониторы деятельности предприятий, особенно крупных и средних. Для этого у нас созданы рабочие группы и совет под моим председательством. Стоит задача оперативно выявлять факторы, оказывающие дестабилизирующее влияние на экономику нашего района. Необходимо пересмотреть и исключить из ряда расходов закупки за бюджетные средства машин, мебели, услуг и еще целого ряда непервоочередных предметов, оптимизировать численность муниципальных служащих. Для всех муниципальных учреждений будут установлены нормы потребления коммунальных ресурсов и приняты меры по установлению одинаковой стоимости содержания аналогичных учреждений. В этом году необходимо завершить актуализацию схем тепла и водоснабжения наших муниципальных образований, навести порядок с оформлением имущества, выработать механизм установления единого тарифа на коммунальные услуги. Тогда у жителей не будет возникать вопрос, почему один платит больше, а другой меньше. Одно из приоритетных задач для развития Подмосковья – создание единого информационного пространства. Мы полностью поддержим курс Андрея Юрьевича Воробьева «Телеканал Подмосковья-360» в каждый дом. Это совершенно другой уровень телевещания. В то же время мы будем стремиться сохранить и развивать наше местное люберецкое телевидение. Уважаемые коллеги, задачи, стоящие перед нами в этом году, разнообразны, и все они крайне важны для жизни района и города. При этом нам нужен не сам по себе процесс, а конкретный положительный результат. Хочу сказать слова благодарности всем, кто внес вклад в развитие Люберецкого района и города Люберцы. Это, конечно же, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области, всем руководителям организаций и предприятий, правоохранительным органам, главам городских поселений, нашему благочинею, депутатскому корпусу за слаженную работу, позволившую добиться неплохих результатов. Отдельных слов благодарности заслуживают жители, которым небезразлична судьба нашей малой родины. Сегодня в условиях новой реальности мы должны объединить наши усилия, и все у нас обязательно получится, потому что мы с вами одна команда. Желаю всем нам в текущем году сил, здоровья, плодотворной работы на благо нашего любимого Люберецкого края, достижение всех целей, которые мы с вами перед собой поставили. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok